Здравствуйте! С вами ведьма Алена Полынь. И сегодня мы с вами будем говорить о животных атрибутах магии. Мы уже эту тему поднимали. И поднимем еще раз, потому что это очень важно. Я хочу повториться по поводу того, что различные меховые изделия, различные кожаные изделия в быту просто так не используются. Потому что это животная энергия, это определенный вид силы, который обычному человеку может принести вред. Есть еще глубокий духовный аспект, который можно отдельно очень долго на эту тему рассуждать. Что касается магии, колдуны, ведьмы, ведуны, используют животные атрибуты для цели на питание животной энергии определенных своих ритуалов. В данном случае мы говорим о мешочках для карт Таро. Не случайно вручную они сделаны именно из меха животного для усиления карт. Вот, например, оракул земли – это следы с животных. Для усиления животной энергии именно для ритуальной магии карт используются такие мешочки. То есть карты там хранятся и усиливаются. Вот для этой цели они сделаны. Но это не говорит о том, что я как-то приветствую ношение шуб в обычном быту для красоты, для украшения носить на себе трупы животных. Я это не приветствую. Более того, считаю, что это глупость большая и недалекость человека, который это носит. Повторюсь, обычному человеку животная энергия принесет вред. И это нужно понимать. Вот. Ну а с вами была Алена Полынь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok